Я вообще сижу в Париже и далеко. В этом году произойдут ключевые события в нашей стране. Человек, который работал в замгенеральной секретаре ООН, прекрасно знает. Мухтар Аблязов, проживающий за рубежом, бывший казахстанский банкир и критик действующей власти. Лидер неизрегистрированного движения «Демократический выбор Казахстана» в 2018 году, признанного судом экстремистской организации и запрещенного. Казахстанские власти возлагают на это движение ответственность за ряд несанкционированных акций протеста в стране. С призывами гражданам выходить на митинги, Аблязов периодически обращается через социальные сети. В Казахстане приговорен к пожизненному заключению по ряду обвинений, включая заказное убийство, создание преступной группы и хищение. Отвергает все обвинения, как политически мотивированные. По последним данным МВД, с 9 по 13 июня во время несанкционированных акций протеста в Казахстане было задержано около 4 тысяч человек. 677 из них были привлечены к административным арестам. Более 300 человек были оштрафованы. И якобы более 300 сотрудников полиции пострадало, то есть получили телесные повреждения. И 6 из них якобы находятся еще госпитализированы. Как вы прокомментируете эти цифры, Мухтар Кабулыч? Это говорит о жесткости режима, о беспределе. Они задерживали прохожих, то есть не имея никаких оснований. Сама власть нарушает закон. Это просто отражает ту ситуацию, которая в нашей стране сложилась. А именно беспредел правоохранения органов, полный беспредел власти, отсутствие работы законов. И собственно это привело к тому, что началось массовое сопротивление. И не будет как в России, когда этот локальный процесс двигается в течение двух лет, и никак они не могут добиться успеха. В нашей стране ситуация будет совершенно другая. Если за несколько дней задержали больше 5000 человек, то это говорит о гигантском накале. Это значит, что в этом году произойдут ключевые события в нашей стране. Этот протест невозможно остановить. Никоим образом. Если власть будет продолжать так же врать, будет создавать такие так называемые комиссии, при этом ничего не делать. Такие комиссии она создавала множество за предыдущие годы. Просто забалтывала, обманывала. Она использовала так называемых, как вы говорите, оппозиционных деятелей, чтобы увести в сторону под видом того, что сейчас диалог. Мы этот диалог сто раз видели. Не было никакого диалога и нет сейчас. Если бы этот диалог был, то эти задержания не происходили бы при исполняющей обязанности президента Хасамжумар Токаева. Всех политических заключенных давно бы выпустили, никого бы не задерживали. Спокойно бы выполняли те положения закона, которые уже существуют, а именно разрешение проводить митинги в соответствии с международными договорами, которые подписал Казахстан. Что же говорит Токаев? Мы примем законы, которые отрегламентируют возможность проведения митингов. Человек, который работал в замгенеральной секретаре ООН, прекрасно знает, что у нас подписаны международные договора, и есть Конституция, есть закон, который разрешает проводить митинги в соответствии с международными договорами, которые выше поставлены, чем внутренние договора. митинги носят уведомительный характер, а не разрешительные. Поэтому эта власть лжет непрерывно, никакие диалоговые площадки работать не будут, это попытка заболтать, поэтому все будет активизироваться, эта власть будет испытывать огромные проблемы до тех пор, пока действительно не будет делать реальные реформы. Есть такие протестные группы, правозащитные организации, например, там, Оян Казак, которые публично отрицают связь с вами, но в то же время выходят сами на акции протеста. Что вы на это скажете? Я приветствую любые движения, которые в нашей стране организуются, любые, но я хочу напомнить, что в нашей стране задерживают за пустой плакат, за цитату Конституции, за футболку Бост-Андек или Шендек. Поэтому я очень скептически отношусь к организации такого рода движений, потому что они инициируются избирательной властью специально. Их будет сейчас множество, они сейчас появляются, но хочу ваше внимание обратить, что митинги мы организуем в определенное время, в определенный день, в определенном месте. И поэтому все те, кто говорят, что мы не поддержим, пришли просто так, ну пусть не приходят. Вот многие оппозиционные деятели обвиняют вас в том, что вы монополизировали оппозиционное поле, сейте раздор в рядах оппозиции, вот перед выборами это обострилось. И вот сейчас вы говорите о том, что, ну по сути, кто не с вами, тот против вас и работает на аккорду. Ну вы просто сейчас опять переворачиваете мои высказывания. Я многократно говорил, что в нашей стране невозможно внутри заниматься открытой оппозиционной деятельностью. И когда мне ссылаются, что нужно объединяться с некими оппозиционными силами и партиями, то я всегда говорил, что их нет. Если говорить об оппозиционных деятелях, то я их не знаю. Что касается монополизации, мы не можем как власть, вот Назарбаев владеет всеми рычагами власти, он владеет деньгами, полицией. Когда говорится о монополизации власти, там очень легко. Он просто уничтожает своих политических конкурентов, сажает в тюрьму и таким образом добивается монополии. Мы же никоим образом не можем монополизировать политическую деятельность. Пожалуйста, занимайтесь. Я вообще сижу в Париже и далеко. Наши сторонники преследуются. Как можно монополизировать, скажем, оппозиционную деятельность? Мы не возражаем, пусть занимаются. Официально на вас возбуждено несколько уголовных дел. Вас обвиняют в масштабных хищениях. ДВК вашу организацию признали экстремистской. Как вы с таким прошлым хотите вернуться в Казахстан и продолжать свою деятельность? Все эти обвинения носят политически мотивированный характер. Более того, высший суд Франции это уже признал. Россия, Украина, где якобы против меня возбуждены уголовные дела, они тоже возбудили по просьбе Казахстана. Каждый из них написал во французский суд обращение о запросе на экстрадицию, в котором четко написано нашей стране, ни России, ни Украине никакого ущерба не принесено. И все эти запросы на экстрадицию делаются по просьбе Казахстана. Это все есть в материалах дела. Я публиковал многократно. Публиковал решения суда и все прочее. Поэтому я не принимаю никакие решения этих судов. Более того, это не принял высший суд Франции. Все эти обвинения носят пустой характер, надуманный. Что бы вы хотели добавить, но у меня только просьба. Вы же понимаете, что мы не можем призывать через свой канал проще говоря пропагандировать ваши идеи. Я сразу скажу, что я с большим подозрением отношусь к пражскому вашему офису, потому что умные люди видят, что у вас нет честной политики. Нет честной. Ваши журналисты на местах действительно мне нравятся. Они проводят хорошие репортажи и так далее. Но монтаж всего этого, перегруппировка, перетасовка происходит в вашем центральном офисе в Праге. Понимаете? Я открыто говорю. Это касается не только вас и настоящей времени, но наступит скоро время. Ее осталось буквально максимум полгода. Вы все равно будете освещать события как есть. Все равно это будете делать. Потому что мы этот процесс двигаем, и вы никуда от этого не уйдетесь. И вы не поступаете как власть, не прячете в кусты. Где-то сбоку, слева, справа у второстепенных лиц вы берете интервью и таким образом как бы монтируете объективный процесс. Вот что я хотел пожелать вашей редакции. Что произойдет через полгода? Ваши прогнозы? Я, конечно, не банга, но мы цель поставили за полгода добиться смены режима. Я к этому буду стремиться. А каким образом именно? Мы просто добьемся, что полиция значительная часть перейдет на сторону народа. У нас количество протестующих будет сотни тысяч, как это было в Армении. Мы добьемся мирной смены власти. Без крови, без ничего. Мирной смены власти. Это мое кредо. Никаких столкновений с полицией. Это только полиция может применять силу, бить людей, но народ никогда не будет кидать бомбы и все прочее. Мы будем добиваться мирной смены власти. И таких примеров много.